Доброго времени суток, друзья! Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем тему лекарственных растений листьев, деревьев и перед вами вот такое вот дерево, которое называется вязь. Немного истории, лечебные свойства, противопоказания и в конце рецепты из этого дерева или коры, или листа. Значит, растения, немного вам историю скажу, значит, растения можете встретить на всей, распространенной большой части территории России. Вы можете встретить ее. Поэтому можете заготавливать листочки и кору. Ну и не будем сразу перейдем к лечебным свойствам этого дерева. Значит, польза коры и в какие свойства значит, там здесь находятся для нашего организма полезные элементы стероиды. Значит, стероиды что делают? Повышают рабоцитоспособность, устраняют хроническую усталость. И далее тритерпетиноиды, тритерпеноиды. Они обеспечивают ранозаживление, противовоспаление, микробные. Дальше лейкотоцианиды, катехины, друзья, катехины находятся в листьях, друзья, антиксидантными свойствами обладают. И дубильные вещества, это вяжущие вещества, которые окажут вяжущие действия на желудочно-кишечный тракт. Филокарбоновые кислоты продают мочегонные действия, повышают аминитидную. Естественно, есть горечи. Горечи, что делает отвечает за бактерицидность иммуномодулирующего характера. А в листьях обнаружено большое содержание аскорбиновой кислоты и филановой. Вот поэтому, друзья, запасите для себя вот именно побольше листьев, чтобы пить чай. Можно ферментировать лист. Про ферментацию можете посмотреть в сети интернет. И я уже говорила, про ферментацию, поэтому вязь, пожалуйста, запасайтесь листочками дальше. Значит, и даже благоплодпорно влияют препараты на основе этого растения, даже изготавливают препараты, которые влияют на сердечное сосуде деятельство и норовизуют притекание обменных веществ и помогают щитовидной железе функции щитовидной железе и рекомендуют ее для простудных инфекций, гастритов, патологий и так далее. Далее, про кору молодого дерева. Что он делает? Кровостанавливает противомикробное, антиоксидантное, мочегонное, ранозаживляющее, иммуностимулирующее, вяжущее, болеутоляющее, сосудорасширяющее, кровоотечное, диуринное и патогонное. И также используют кору для снятия отечности, притекстити, и служит профилактикой даже повышенного холестерина. А листья помогают от кишечных и почечных коликов. Также кора применяется и при коровязи, при кожных поражениях, ожогах, гнойных ранах, видов сыпи, чесотки и экземы лишая. Сейчас я вам покажу. Вот, да, посмотрите. Вот это всё может лечить кора. Так что, друзья, у кого про такие проблемы, пожалуйста, запасайтесь заранее. А если не сможете запастись, то сеть интернет кора ясеня продаётся. И, по-моему, даже в аптечной сети продаётся, друзья, кора ясеня. А насчёт листа не могу сказать, а кора продаётся. Значит, она, значит, облегчает состояние при геморрое, подагре, ревматизме. Вот это вот кора. Ну, сбор, друзья, значит, с марта и начала апреля. Это кора. Кора этого может заготавливать. И вот с марта и начала апреля. А лист вот, видите, цветёт до цветения желательно, желательно до цветения собрать листочки. И может засушить или ферментировать. Это уже на ваше усмотрение. И хранится она, я про листья сейчас говорю, и хранится она около двух лет листья. Так что я считаю, что можно заготавливать порошок корой. Вы можете сами сделать или вот покупить интернет. Она хорошо, кора хорошо мерится через кофемолк, поэтому ничего здесь такого нет. Можете сами. Так, сейчас я вам расскажу рецепты про такой рецепт. У кого диарея? Порошок из коры вязи. у кого постоянно начинается диарея и она не прекращается. Порошок из коры вязи с целью остановки поноса применяется внутрь и вечер. Утром и вечером набирают 1-2 чайной ложки средств, размешивают до образования однородной суспензии и 4 стакана воды и сразу выпивают чай из коры в различных патологиях из сырья вязи готовят целебный чай от этого поноса при артрите помещают мелкие кусочки засушенной коры 10 грамм заваривают свежей кипяченой водой 200 мл наставивают под теплым шарфом до остывания и потребляют вот еще один рецепт интересный при запорах и кожных заболеваниях значит он действует кора и при запорах и при диареи значит при запорах и кожных заболеваниях помещают небольшую кастрюлю засушенный лист ой да я говорила вам про кору там для диареи а здесь листья при запорах и кожных заболеваниях значит помещают небольшую кастрюлю засушенных листьев вязи одна столовая ложка заваривают крутым кипятком которого понадобится 200 миллилитров томят на славом огне и выдерживают три минуты на протяжении часа выдерживают и а потом выпивают три значит один стакан выпивают в течение значит можете в течение дня можете 1 стакан в течение дня можете разделить и вот это вот я вам говорила про кожные заболевания и можете еще протирать вот этот настойчик у кого-то проблемы которые я сейчас показала вот такие вот процедуры и рецептики с рецептиками я вас знакома здесь очень много друзья зайдите в сеть интернет и посмотрите там выберите для себя рецепт который подходит к вашему заболеванию и так друзья я вас ознакома сегодня с таким растением как вязь вязь сбор листьев то есть польза листьев и коры этого дерева поэтому друзья если на вашем пути встретиться это растение пожалуйста здесь в листях много аскорбинокислоты я уже сказала поэтому просто для профилактики пропить чайок очень будет даже полезным а если вы там приправите какие-то препараты консультация с лечащим доктором можно ли вам применять кору и листья этого растения дерева который называется вязь поэтому друзья берегите себя загадавайте травы травы ягоды и так далее корни и берегите себя наслаждайтесь дарами природы никто не поможет вам как вы себе сами своему же здоровью во благо же самого себя и забывайте про свое здоровье пока пока до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...